Новый экономический кризис в США. Страшные катаклизмы в Европе. Изобретение лекарства от рака. Эти события в разное время, в разных странах и на разных языках напророчили самые известные предсказатели. В Библии по этому поводу сказано, не все мы умрем, но все мы изменимся. Ванга, Нострадамус, Вольф Мессинг и Эдвард Кейси. Провидцы и предсказатели. Они оставили нам огромное количество пугающих пророчеств. Третья мировая война, встреча с инопланетянами, строительство земных колоний в космосе и гибель жизни в нашей планете. Суждено ли сбиться этим предсказанием? Как появляются пророки и почему они несут такие грозные предупреждения? Ежегодно в день весеннего равноденствия Солнце встает на участке неба, в котором расположено одно из созвездий Зодиака. Из-за сложного вращения Земли эта точка восхода Солнца постепенно смещается. Как часовая стрелка, ось вращения нашей планеты обегает невидимый небесный циферблат, на котором вместо цифр название знаков Зодиака. Расстояние между каждым знаком 2160 земных лет. Для людей это космическое движение почти незаметно. Но именно переход от одного зодиакального знака к другому означает смену эпох в развитии цивилизации. Вот что сейчас происходит с нашей планетой. В 2013 году мы окончательно вступаем в эру водолеи. Переходный период начался в 1930 году. Именно тогда были открыты многие законы, которые так сильно повлияли на нашу цивилизацию. Сам переход длится 72 года. И поэтому в 2002 уже началась эпоха водолея. Будет она продолжаться 2140 лет. А эпоха рыб, которая также соответственно 2160 лет, она закончилась вот как раз на этом рубеже. На что означает переход в новую эру? И как он повлияет на жизнь планеты и человечества? По мнению некоторых исследователей, смена эпох повлечет за собой глобальные изменения в обществе. Энергия водолея даст толчок развитию информационных технологий, научному прорыву и устремлению к духовным ценностям. В отличие от эпохи рыб, которую человечество только что покинуло. Она чем характерна эта эпоха? Это эпоха кровопролитных битв, различных войн, революции, жестокости, страха, ужаса. Всего того, что негативного. Вот негативная вот эта эпоха рыб несет в себе сам негатив. А эра водолея, она связана с возрождением духовного, духовности в человеке. Однако окончательная смена эпох не будет легкой. В этот период человечество ожидают тяжелые испытания, преодолеть которые смогут далеко не все. Об этом не раз предупреждали предсказатели, жившие в разные эпохи и в разных концертониях. Каким увидели провидцы наше ближайшее будущее? И как смогли в него заглянуть? В попытках понять, что они предсказывали, я исходил из того, что нами управляет некая система. Система не карательная, не паразитирующая на нас. А некая система управления Вселенной. Называют ее по-разному. Вселенский разум, Вселенское могущество, Господь Бог и много других определений существует. Эта система разрабатывает наше развитие на миллионы лет вперед. Развитие Вселенной, развитие космоса. И эта система управляет в том числе и человечеством. Профессор Александр Лазарев много лет был на руководящих должностях в научно-исследовательских институтах. Парадоксально, на его специальность физика помогла разгадать тайну зашифрованных пророчеств Нострадамуса. Ученый пытался ответить на вопрос, которым рано или поздно задаются все физики и математики. Если есть люди, способные предсказать будущее, значит, оно предопределено. Если оно предопределено, существует некая программа, условия развития, существует какой-то сценарий будущего. Самый зловещий пророк Средневековья Мишель Нострадамус пообещал всему миру невероятное количество несчастья. Однако он так зашифровал свои предсказания, что вот уже пятое столетие исследователи бьются в надежде разгадать, где и когда произойдут описанные беды. Нострадамус отличался еще прорицательским даром, пока он даже не был известным врачом и не был таким крупным астрологом. Просто они соединяли знания астрологии, методы магического заглядывания в будущее и, я бы сказал, способность выходить на контакт с более высокими измерениями. Профессор Лазарев начал с математического просчета имен, событий и пророчеств Библии. И увидел, что все предсказания этому миру укладываются в четкую систему. Иными словами, Библия, по мнению ученого, и есть та самая программа жизни, которая дается человечеству. Библия не просто дает даты, а даты с точностью до дня. То есть наша жизнь предопределена с невероятной детализацией, но особенно события, которые начались в 20 веке и закончатся только в 22. Реконструкция, очередная реконструкция нашей планеты, геофизическая реконструкция, то, что мы называем изменением климата. А уже позже я пришел к Нострадамусу. И, читая его, совершенно случайно взял книгу, читая Нострадамусу, так увидел, что пересекаются фразы. То есть текст Библии пересекается в значительной степени с текстом Нострадамуса. Поразительно, но в 16 веке Нострадамус использовал в своей работе приемы высшей математики, знания атомной физики и глубинных процессов планеты. Но откуда предсказатель мог получить эти знания? Книга Нострадамуса – это не набор случайных событий, которые спрогнозировал пророк. Тут другое. Вот исходная предпосылка у меня была иная. Я считал, что он наверняка сделал детальную проработку программы, которую дает нам система управления Вселенной. Только не сам она ему дана была в готовом виде. А затем ее зашифровал. То есть, напротив, он ее зашифровал, а я уже расшифровал готовое. Более того, зашифровал таким образом, чтобы прочесть можно было только непосредственно перед началом. Ключом к шифру послужил знаменитый Катрен, благодаря которому все ждали конца света в 1999 году. Однако эти цифры оказались всего лишь набором слов, которые нельзя понимать буквально. В году 1999 и 7 месяцев великий князь ужаса прибудет с неба. Он возвратит великого короля Ангел Мой. До и после Марс счастливо правит. После расшифровки у профессора Лазарева получился весьма неутешительный прогноз. Нострадамус пророчит изменение климата, смещение материков, Третью мировую войну и дефолт. Все начнется с глобального потепления. Проснутся вулканы, дремавшие сотни лет. Цунами, тайфуны, ураганы, землетрясения. И земная кора поползет. Причем произойдет это вопреки законам классической геофизики. Не медленно, по миллиметру в сотни лет, а почти молниеносно. Человечество будет к нему готовиться долго, десятки лет. Но само событие случится всего в несколько недель. И закончится очень быстро. Если сбудутся пророчества Нострадамуса, то Африка отколется от Евразии и съедет на юго-запад. Юго-восточная Азия потеряет под водой часть территории. Японию, Индонезию, острова возле Австралии. Затонет западные побережья США и часть Европы. Нострадамус указывает четкую дату, когда случится апокалипсис. Пик этого события, пик этого грандиозного изменения наступит в 2055-2066 годах. Вот эти 11 лет будут самыми сложными для человечества. Он сказал, что вот наступают перемены. Вы к ним должны подготовиться. Вы должны пройти. Вы будете терзаемы природой. Вы будете гибнуть в ураганах, в землетрясениях. Но так надо. Это надо пройти. Вы будете гибнуть в войнах. И это тоже нужно. Это тоже необходимо. Вы должны это пройти. Конфигурация материков на Земле станет другой после 2066 года. Участвует не только Земля, а все планеты Солнечной системы. То есть непосредственным образом это Солнце и Луна. Солнце уже включилось. Мы видим, что там меняется совершенно как бы непохожим образом с предыдущими измерениями солнечная активность. То, что мы знаем, солнечная активность, меняется ее цикл, меняется работа Солнца. Меняется, вот скоро мы увидим, что будет измененная работа Луны. Чем больше знаков, тем легче ехать. Даже такие знаки, как осталось там, 15 километров, осталось 5 до населенного пункта, они очень важны. Вот пророки, это и есть знаки, которые указывают, как пройти путь безболезненно. Или, если это невозможно безболезненно, то, по крайней мере, с минимальными потерями. Но как появляются настоящие пророки? Откуда они получают знания, предназначенные для всего человечества? Смотрите сразу после рекламы. Где хранится информация о будущем? Для Ванги это был кусочек сахара, например. Почему сахара? Ну, может, потому что у него такая пористая структура. Как писатели становятся пророками? Писатель, особенно тот, который занимается, скажем, футуристическими темами, он обречен на эти предсказания. Можно ли обмануть пророчество? Есть вещи, которые невозможно избежать. Они, видишь ты их или не видишь, понимаешь или нет, они все равно произойдут. Чем более детально профессор Лазарев изучал содержание Библии, тем более понятны становились ему предсказания Нострадамуса. В Священном Писании физик обнаружил не только подробное описание катастрофических явлений на Земле в 21 веке с точностью до года, но и подтверждение того, что информацию об этих событиях мы получим от некоего предсказателя. И получим именно сейчас. В Библии Евангелие от Матфея, одна из центральных книг Библии, описывает события разных времен, но прежде всего это 20, 21, 22 век. И 24 глава говорит совершенно точно, Иисус Христос делает такой, или оставляет своим ученикам монолог. Он говорит, что придут страшные времена, но система вам поможет. И система даст точно, какие, как бы программу событий во времени. До этого дня ничего не будет, вы ничего не поймете, но непосредственно перед началом самых страшных событий вы получите эти знания. Вот мы и получили от того же Нострадамуса. Лазарев расшифровал все Катрены Нострадамуса. Ученый уверен, предсказатель не просто предполагал возможные события из будущего. Он точно знал, когда и где и как они произойдут. Причем все эти знания ему были продиктованы свыше. Профессор Лазарев называет это вселенским разумом, который управляет развитием человечества так, чтобы с каждым новым поколением рождались все более совершенные его представители. И именно система управления Вселенной, по мнению ученого, выбрала Нострадамуса в качестве своего глашатая. Потому что в Катрене, в котором он написал «Чернобыльскую катастрофу», он очень точно воспроизвел даже свечение радиоактивное. Ну, не могли люди 16 века знать это, предполагать, и он не мог быть выше всех. Тут иное. Я думаю, что Нострадамус находился... Он, кстати говоря, частично даже и в своих письмах это воспроизвел, что он видел себя глашатым. Он говорил, но он не знал текст, он его зачитывал. То есть каким-то образом он текст этот получал в готовом виде. И даже слово «шифровал» это скорее не точно. Большую часть текста он получал как бы в совершенно законченном исполнении. Единственное, чего Александр Лазарев так и не смог понять, это механизм передачи информации о будущем из Вселенной конкретному человеку. И почему этим избранным предсказателем стал именно Нострадамус. Тут нечто, видимо, большее. Мы пока не готовы понять, как получают люди такого класса или такого дара свои знания. Как их получил Эдгар Кейси, как получала Ванга, как получали такие известные на Руси пророки, как, скажем, Ай. С большой тревогой мир воспринял пугающие предсказания на 2013 год знаменитой болгарской пророчицы Ванги. Она предсказала применение оружия массового поражения, войну, которая охватит Израиль и другие страны Ближнего Востока, политические кризисы в Грузии и Афганистане. Как и Нострадамус, Ванга увидела мощнейшие землетрясения, следствием которых станут цунами небывалой высоты и разрушительной силы. Тому, что подобные катаклизмы предсказательница видела особенно четко, возможно, есть объяснение. Именно природной стихией Ванга обязана своей. В этот момент как раз люди, когда их или ударяет молния, или что-то связано с природными катаклизмами, или удар, или, может быть, выстрел, и проникновение пули в какие-то там жизненные центры, вот именно в этот момент происходит какой-то сдвиг в человеческом состоянии, когда он приобретает какие-то сверхчувственные способности. Исследователи считают, что чаще всего сверхспособности открываются спонтанно, после случайного вмешательства в работу мозга. Именно так обрела свой дар и болгарское ясновидище. Будучи ребенком, Ванга попала в смерч, который подхватила ее и унес. Молнии били в ее тело, глаза оказались засыпаны песком и навеки закрылись. Но внутренним взором она увидела судьбу людей, события прошлого и грядущего. Спектр ее предсказаний, если анализировать, это 70% попаданий и 30%, как говорят, мимо. Это высокий уровень предсказаний. Еще многое предстоит изучить ученым, именно непосредственно у Ванги. И я уверена, что многие вещи еще будут являться открытием в жизни, в судьбе Ванги, в ее даре. Предсказания Ванги простым людям, которые приходили к ней на прием, были точны и конкретны. Их можно было легко проверить. Они быстро сбывались. Для того, чтобы сделать прогноз, пророчиться, нужно было лишь взять в руки личный предмет человека, а еще лучше что-то похожее на кристалл. Для Ванги это был кусочек сахара, например. Почему сахара? Ну, может, потому что у него такая пористая структура, или желательно вообще был такой кристаллический какой-то, вот, какой-то субстанция какая-то, лучше всего кристалл. Часть пророчеств Ванги посвящена будущему всей планеты. В них провидицы описывают судьбу отдельных государств, которые повлияют на весь мир. Особую роль в мировой истории 21 века болгарское ясновидящее отводило Россию. Все растает, словно лед. Только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Последнее пророчество, которое произнесла Ванга, звучало так. Она чертила руками в воздухе большой круг и сказала, «Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа». И, наверное, не случайно ее преемницей стала именно русская прорицательница. В неприметном крепко сбитом домике далеко от больших городов летом с семьей живет Светлана Кулешова. Одна из сильнейших экстрасенсов страны и духовная наследница Ванги. Болгарская пророчица еще при жизни выбрала и благословила ее. Таких, как Светлана, называют люди-рентгены. Она видит человека насквозь, вместе со всеми болезнями и может предсказывать будущее. 14 лет впервые я увидела внутренние органы, но не у людей, а у животных. Это случилось немножко внезапно. Вот, как-то один раз я просто вышла на улицу погулять. Бежит кошка, а там вместо кошки такое все шевелящееся, живое, внутренности. Вскоре после того девочке было видение, до смерти напугавшее ее и всю семью. Одним будним вечером в углу комнаты возникла темная женская фигура в белом платке и без глаз. Светлана с воплем бросилась к матери. Она вот увидела женщину, она, конечно, светосумборно это все быстро рассказывала, а так, в принципе, она увидела женщину и очень испугалась, и я, конечно, испугалась. Слепая старушка велела напуганной девочке приехать в Болгарию. Она должна что-то передать Светлане перед смертью. Шел 1989 год. В Советском Союзе тогда о Ванге мало кто знал. Но неожиданно вокруг семьи Кулешовых закрутились невероятные события. Кто-то нашел редкий номер журнала со статьей о пророчице и девочка узнала ее на фотографии. Надежда Сергеевна выпросила внеочередный отпуск и решилась везти дочь в Болгарию. Это было в советское время и это же документы нужно было оформить. Это же не просто так взял и поехал. А вот это нужно было через КГБ это все делать. Судьба благоволила двум смелым путешественницам из маленького городка. Ванга приняла Светлану Кулешову без очереди. русская девочка спросила пророчицу о своей судьбе и о том зачем та позвала ее. Ванга сказала дар Светланы должен служить людям. Но для того чтобы правильно распознавать болезни она должна стать медикой. Она сказала что я твоего будущего пока не вижу как бы завеса какая-то пелена приезжай на следующий год. Светлана вернулась и поступила в медучилище. Вместе с тем она добилась чтобы официальная медицина признала ее дар. Спустя долгие месяцы сложнейших тестов власти дали кабинет в районной поликлинике где девушка вела прием. Еще дважды она приезжала к Ванге которая помогала ей раскрыть способности. С тех пор Светлана Кулешова ставит людям безошибочные диагнозы хотя из скромности и перепроверяет себя методами традиционной медицины. Каждую минуту женщина рентген чувствует что думают или делают ее близкие. Это тяжело утверждает она. Некоторых вещей лучше не знать. Есть вещи которые невозможно избежать не видишь ты их или не видишь понимаешь или нет они все равно произойдут. Уникальный дар и личное напутствие Ванги благословение или проклятие. Порой Светлане хотелось бы побыть обычной женщиной заботливой супругой и матерью. Однако она себе не принадлежит. Иногда у нее получается отключать свои способности чтобы не видеть вместо людей скелетов. Но спокойно спать зная слишком много о будущем и своих близких из страны она просто не может. Единственная информация которая ей до сих пор не доступна это ее собственная судьба. В декабре 1964 года в Стокгольме вручают Нобелевские племени. На церемонии присутствуют представители СССР. В их числе ученые Николай Басов и Александр Прохоров. Они сделали величайшее открытие изобрели Лазар. За это достижение они получают награду в области физики. Шок научной общественности вызывает тот факт что своим соавтором ученые называют писателем фантастов Алексея Толстого. Я думаю что какие-то определенные идеи могли к нему проникнуть. Но мы должны говорить еще и о том что в принципе Алексей Толстой был вообще-то гениальным писателем. Скорее всего он обладал некой формой предвидения я ее не исключаю. Заявление о соавторстве писателя кажется обществу настолько нелепым что тут же затевается жаркий спор. Кто у кого в данном случае заимствовал идею физику писателя или наоборот. Но двух мнений быть не может. Фантаст не способен изобретать сложнейшие технические установки. Кроме того книгу гиперболоид инженера Гарина он написал гораздо раньше еще в 1927 году. Там он и представил принцип действия лазера. Эффект увеличительного стекла эффект концентрации энергии на очень малой площади с последующим повреждением того объекта на котором данные данные энергии была сфокусирована был известен давно. Нужно было всего лишь увеличить данное стекло до определенных размеров и представить как оно способно фокусировать энергию не на расстоянии нескольких сантиметров а на расстоянии километров. Так что же писал Толстой в своей книге? Литературные фантазии или реальные предсказания будущего подсказанные свыше? Ученым казалось просто невероятным откуда писатель мог знать особенности аппарата в те годы еще неизвестные даже профессиональным физикам. А ведь Толстой представил в книге чертеж и подробное описание того каким образом аппарат можно превратить в мощное оружие. Писатель особенно тот который занимается скажем футуристическими темами он обречен на эти предсказания он выполняет роль такого дельфийского оракула наших дней рассказывая о тех или иных обстоятельствах которые могут случиться. В истории литературы имеется масса примеров когда написанное спустя десятки лет сбывалось с поразительной точности возможно ли что избирая путь писателей фантастов авторы футурологических романов невольно становятся предсказателями будущего. А может все происходит иначе? Люди с даром предвидения обладающие литературным талантом просто излагают пророчества в увлекательной форме доступной любому читателю и тогда в это будущее проще поверить. Да, в фантастике конечно многое было описано из того что позднее было реализовано или что как мы ожидаем будет реализовано достаточно вспомнить Жюль Верна Уэллса вот из того о чем мы говорим ну достаточно вспомнить Беляева например с его головой профессора Довуэля и с некоторыми другими произведениями такими как Человек-амфибия как Звезда Кэтс где была колония в космосе описана. В ночь на 15 апреля 1912 года мир облетело страшное сообщение огромный лайнер Титаник затонул унеся с собой сотни жизней но трагедия не единственное что всколыхнуло общество выяснилось что многие люди прочли о событии еще 14 лет назад в книге писателя-фантаста в ней фигурировал корабль под названием Титан так было ли это совпадением или феноменальным предвидением насколько мне известно роман Моргана Робертсона назывался тщетность был посвящен действительно тому как огромный трансокеанский пароход налетел очень холодной весенней ночью на асберг и затонул и шлюпок не хватило и действительно было очень много сходства в апреле в апреле 1912 года лайнер Титаник ждал порту своих пассажиров посмотреть на него собрались толпы зевак всем хотелось хотя бы издалека увидеть это чудо техники про Титаник писали что он оснащен по последнему слову и является собой новую ступень прогресса но на американского журналиста и писателя Моргана Робертсона зрелище подействовало угнетающе уже в порту его объял ужас ведь несколько лет назад в одной из своих книг он описывал гибель точно такого же парохода там очень много совпадений и параметры самого корабля водоизмещения угадал точно длину почти угадал скорость угадал 4 трубы 3 грибных винта количество пассажиров довольно точно угадал более или менее угадал количество спасшихся угадал правда для этого не надо быть особым провидцем что на таком судне может не хватить шлюпок и что будет драка за шлюпки и совершенно душераздирающие сцены все это на Титанике было отправляться в путь на этом лайнере Робертсон наотрез отказался и не зря в ночь на 15 апреля с Титаником произошло то же самое что и с Титаном в его книге уже после трагедии друг писателя Сэм Клиффорд сверил детали повествования с подробностями катастрофы и обнаружил невероятные совпадения так оказалось что имена и фамилии большинства героев книги совпадают с именами настоящих пассажиров Титаника но объяснения этому так и не нашли оставалось лишь констатировать знать об этом заранее писатель не мог ведь его книга вышла в свет за 14 лет до трагедии так откуда же фантасты черпают свои сюжеты и как рождаются подробные описания событий будущего есть два варианта первое когда мы сначала читаем а потом созидаем а второе когда вы что-то создали вам подтверждение дают о том что это было написано когда-то и где-то результаты исследований позволили сделать вывод если предсказания не сбываются то зачастую сами пророки спешат подтасовать факты это утверждение получило название правило нострадатуса подобный дар способности феномен как хотите назовите этот товар штучный он редко кому дается другое дело что спрос рождает предложение да и во все века во всех странах было достаточно много шарлатанов и проходимцев принцип правила нострадамуса известен давно название ему положили события 1575 года знаменитого предсказателя тогда уже не было в живых но дело отца решил продолжить сын Мишель нострадамус младший объявил себя пророком которому якобы тоже открываются картины будущего чтобы подкрепить свой авторитет юноша сделал первое заявление назвал день когда город Ля Пузен погибнет от страшного пожара но ничего не произошло над неудавшимся оракулом начали посмеиваться чтобы спасти свое имя Мишель тайно пробрался на крупный городской склад и поджег его город действительно чуть не сгорел но лжепророк был пойман на месте и вскоре казнен так может быть и предсказания известных писателей которые сегодня кажутся нам удивительными пророчествами на самом деле тоже были всего лишь ловкой подтасовкой фактов сегодня нам приходится жить в эпоху перемен и именно в эту эпоху появляется большое количество различных пророков и предсказателей за правдивость высказываний которых не всегда можно как бы правдивость которых не всегда можно гарантировать к началу 21 века фантастами описаны сотни страшных сюжетов способны ли они сбыться и стоит ли нам бояться событий будущего чем грозит человечеству научный прогресс будут ли эти люди ну будем говорить настолько чисты духом для использования в мирных целях в нужных государствах в нужных людей и самого человечества или это будет опять создан страшнейшее оружие как вычислить настоящего пророка у людей предсказателей людей которые подключены к энергоинформационному полю у них доминируют тройки тройки также пятерки какие предсказания обнаружены в московском подземелье вот это самое потрясающее дневник о несуществующих событиях которые может быть когда-нибудь еще настанут так был ли толстой описавший лазер раньше его изобретения предсказателем или даром предвидения обладал Робертсон рассказавший о гибели Титаника задолго до его первого и последнего плавания если мы говорим грубо говоря о писательском так сказать даре или особенно о фантастах о людях которые пытаются приоткрыть завесу будущего естественно этот человек должен обладать какими-то ну будем говорить способностями творить мыслить предвидеть значит ну способы они как бы сказать или известно да то есть кто-то видит во сне кто-то может заниматься некими так сказать медитациями некими психотехниками посоздавая себе вот это вот рабочее настроение фантасты 21 века готовы всего лишь констатировать факт с ними подобное тоже случалось писатель Алексей Бобл уже несколько раз сталкивался с тем что придуманное очень скоро может стать явью совсем недавно он убедился в этом работая над одним из проектов там мы придумали такую локацию огненные топи где горели болота и дымом заволакивало определенный район в который просто было невозможно пройти героем и когда это все было написано а потом с Москвой случился вот этот вот катаклизм то есть это немножко так пробрало от этого то есть вот это делалось не намеренно но мы потом это долго обсуждали как такое получилось случай необъяснимого предвидения в его практике не единственный чуть раньше был еще один он то и заставил впервые задуматься над странными совпадениями в одной из книг удалось предсказать кризис 2008 года то есть это тоже это было просто сделано ненавязчиво потому что ну был такой эпизод а в итоге случился этот кризис ну может быть кризисы имеют какую-то закономерность то есть это не настолько прям глубокое предсказание как там если рассматривать трактовки Нострадамуса вот или еще каких-то исторических личностей но писателям наверное присуще это о своем невольном предвидении писатель Бобло отзывается с иронией говорит что все это можно списать на случайность ведь в какой-то степени каждый человек наделен даром предсказаний просто не все замечают как они сбываются Я бы больше это к интуиции отнес здесь вот человек когда он напряженно работает с образами с героями с сюжетами прогнозирует различные варианты развития ситуации он невольно проходит несколько линий скажем сюжетно и не исключено что вот какая-то из линий станет вот этим самым предсказанием так может это просто литературный талант который излишне наблюдательный читатель ошибочно принимает за дар предвидения со временем мнение самого писателя исчезнет за череду лет вполне возможно что потомки не узнают что Алексей Бобл предсказателем себя никогда не считал как знать может быть они причислят его к когорте оракула в 21 веке ведь многие его предшественники оказались в свое время точно в такой же ситуации допустим Жюль Верн придумал там да этот сам 20 тысяч львя под водой и предположим там прогнозировал создание подводных аппаратов но мы можем с вами с точки зрения этой смотреть на того ученого который читает книжки и смотрит а что можно из этого извлечь или что сделать то есть во многом наоборот является это не предсказание а двигатель как бы сказать разума знаменитый Жюль Верн также описал в своих книгах немало предсказаний на будущее именно поэтому читатели с нетерпением ждали выхода нового романа и вот он появится очередная книга изобилует описаниями техники подводных лодок батискафов специальной оптики и приспособлений которые позволяют дышать прогуливаясь под дно океана то что произошло дальше современники писатели еще долго называли фантастикой его роман 20 тысяч львя под водой один из ярких тому показателей хотя если говорить честно то мы можем вспомнить что впервые под воду в колоколь спускался еще Александр Македонский так что в какой-то степени уже состоялась в общем презентация такого проекта вот на уровне хотя бы вот такого странного погружения 1943 год известный океанолог Жак Ивкусто изобретает акваланг это аппарат предназначенный для отдыхания под водой он оказался настолько удобен что уже три года спустя было налажено промышленное производство этих приспособлений но чтобы исследовать глубины океана требовалось и многое другое Кусту изобретает подводные блюдца это маленькая маневренная подводная лодка а заодно практически одновременно на свет появляются и видеокамеры для съемок под водой многие вещи у Жюль Верна они действительно имели отношение к тому всплеску цивилизационного развития который происходил во второй половине 19 века когда стали появляться паровозы пароходы автомобили и различного рода невероятные сооружения вот типа дирижабли стали заполнять небеса Европы и поэтому он пишет и рабу-развоевателя он пишет из пушки на луну последние исследования показали что потенциальная способность к предвидению заложена в нас с первого дня жизни нумерологи считают что символы цифр из которых складываются даты нашего рождения содержат массу информации о нас так люди наделенные определенным сочетанием троек и пятерок могут без труда подключаться к информационному полю земли оттуда они способны черпать знания о будущем а значит делать предсказания каждая цифра накладывает определенный опечаток на личность человека вот допустим недостаток это плохо допустим и доминация так же плохо и для людей у людей предсказателей людей которые подключены к энергоинформационному полю у них доминируют тройки тройки и так же пятерки это канал открытый поэтому если нет определенных этих цифр человек предсказывать не может это конечно фантазеры люди у которых дата рождения изобилуют тройками и пятерками не просто способны получать знания из информационного поля земли невольно они делают это так часто что порой это становится их образом жизни или профессии известно что знаменитый писатель Жюль Верн отобразил в своих книгах 108 фантастических для своего времени пророчеств полет на луну изобретение батискатов подводных лодок и самолетов амфибий удивительно но на сегодняшний день из литературных предсказаний Жюля Верна не сбылось только 10 все остальные воплотились в реальность это может значить только одно книги знаменитых фантастов можно читать как пророчество в них содержится информация которая приоткрывает завесу на будущее здесь важен не технический принцип здесь важно просто понять что такое возможно это очень много понять что такое возможно создание искусственных органов и их трансплантация от существа к существу виртуальная реальность и генная инженерия все это когда-то было ярко описано писателями фантастами и что мы видим сейчас невероятные выдумки авторов стали вполне обыденной реальностью однако история знает немало примеров когда долгожданные знания принимали разрушительные формы люди одно за другим изобретали страшные виды оружия вот почему многие произведения писателей фантастов выглядят как предупреждение с прогрессом не стоит шутить наверное со всему свое время но прогресс он все равно есть он все равно будет и все равно это будет двигаться другое дело что в чьи руки попадет вот это самое страшное то есть будут ли эти люди ну будем говорить настолько чисты духом для использования в мирных целях в нуждах государства в нуждах людей там и самого человечества или это будет опять создано страшнейшее оружие в 1939 году в Варшаве известного гипнотизера и телепата Вольфа Мессинга не отпускает странное чувство беспокойства предсказатель знает скоро случится дубна он с ужасом ждет очередного видения война пришла в Польше в 1939 году ну все засуетились никто тогда не знал что было еще и Франция и другие страны и тем более Советский Союз и вот однажды на выступлении ему видимо задали вопрос что же будет дальше ну как всегда на секунду затормозил себя и ответил победа будет за Польшей победа будет за Советским Союзом и война кончится вот такого такого-то числа это дошло моментально до высшего начальства и началась спокойно за Мессингом о пророчестве Мессинга тут же донесли Гитлеру фюрер был в ярости за голову ясновидца он назначил баснословный гонорар 200 тысяч марок Мессингу пришлось бежать из своей квартиры каждую ночь он менял гостиницы ночевал у друзей переезжал из города в город и пытался изменить свою внешность Гитлер не случайно относился к предсказаниям Мессинга так серьезно у каждого руководителя третьего рейха был личный астролог без санкций которого не начиналась ни одна военная операция вот Гитлер который вначале считал что астрология это наука третьего рейха будущего после того как Карл Крафт его личный астролог сказал что если война будет начата 22 июня то она будет проиграна Германией в апреле 45 за что собственно Карл Крафт попал в концлагере где в 44 году был убит и в принципе мы видим что такое пророчество оказалось очень точное Карл Крафт советовал кстати Гитлеру начинать войну раньше на месяц если бы он начал раньше то еще не факт что Россия смогла бы так сказать выдержать такой мощный натиск Гитлер не сомневался в сверхспособностях мессинга очевидцы утверждают что пророк обладал нечеловеческими возможностями он демонстрировал чудеса гипноза ясновидения читал мысли на расстоянии предсказатель погружал людей в состояние транса и они могли видеть будущее а сам он похоже находился в этом состоянии всегда когда он находится на сцене он находится в состоянии крайнего возбуждения у него трясутся руки у него подергивается голова человек заведомо в измененном состоянии находится поэтому я думаю он знал это состояние и знал как в него войти как бы толчком для входа в это состояние он использовал это нервное возбуждение он себя заводил перед выходом на сцену и когда он выходил на сцену он был вот в этом измененном состоянии мессинг называл себя просто артистом работником оригинального жанра но он всегда знал насколько опасна для жизни способность видеть будущее и был готов к тому что после его предсказания поражения Гитлеру тот бросит все силы чтобы устранить неугодного пророка если Гитлер повернет на восток он потеряет голову в один из дней конспирации мессингу не помогла его арестовали прямо на улице и бросили в одиночную камеру мессинг знал если ему не удастся уйти сейчас его ждет смерть напрягая последние силы он мысленно заставил прийти в свою камеру находившихся в участке полицейских когда все не были внутри мессинг быстро вышел в коридор и закрыл на засов тяжелую дверь времени на раздумье не оставалось мессинг выпрыгнул из окна с высоты второго этажа приземлился на ноги и сильно повредил суставы но он не обратил внимания на боль свобода была гораздо важнее он же их всех там загипнотизировал и удрал и удрал ближайший пункт Советский Союз потому что он был убежден что в Союзе никакого преследования не будет иметь хотя бы как еврей а все остальное будет помогать зимой 1939 года мессинг тайно пересекает советскую границу и оказывается в Бресте без документов и денег пророк первое время вынужден ночевать в синагоге на полу неизвестно как бы дальше сложилась его судьба если бы однажды на улице к нему не подошли два человека в штатском Сталин заинтересовал ему навязали что вот такой человек перешел границу и он это знает это он знает это он понимает он хочу встретиться с ним и он с ним встретился осенью 1940 года в кабинет Сталина завели особого посетителя беглец из оккупированной нацистами Польши искал убежище в Советском Союзе это был Вольф Мессинг первое что сказал Мессинг ой а я вас на руках носил Сталину вот так я шел и говорит как на руках носил ну вот носил где а на параде плакат ну Мессинг это Сталин уже совершенно понял что с кем он имеет первая встреча Мессинга со Сталином длилась несколько часов вождь конечно же слышал о всемирно известном телепате и его предсказаниях но ему было необходимо лично удостовериться в силе и возможностях загадочного Мессинга решено было отправить телепата в банк чтобы он с помощью своих способностей получил там крупную сумму Мессинг согласился при одном условии что все будет происходить при свидетелях составили комиссию пришли в банк все стояли как будто пришли по делу и Боря Григорьевич подошел к человеку он еще и по-русски не совсем грамотно говорил тут уж я не знаю что он написал что-то или сказал или показал и мы выделили мужчина выделил ему сто тысяч рублей те года ну зафиксировали уписали все в порядке над этим простите вы хотите где-то обратно положить деньги он говорит нет а зачем вы мне их даете да вы мне их же сдали как я их сдам редко с кем вождь разговаривал так долго историки утверждают что именно в эту встречу Мессинг предсказал нападение гитлеровской армии на Советский Союз Сталин не поверил СССР и Германия недавно заключили пакт о ненападении и война оказалась невозможной пройдет меньше года и Мессинг снова окажется в этом кабинете Сталину донесут как на одном из концертов на вопрос из зала когда закончится война телепат ответит 8 мая я вижу танки с красными звездами на улицах Берлина тем временем в Советском Союзе был еще один человек предсказавший ход Великой Отечественной войны обычный московский школьник Лев Федотов живший в знаменитом доме на набережной долгими ночами Лев исписывал тонкие школьные тетрадки мелкой скорописью будто под чью-то диктовку свыше мальчик спрятал свои пророчества в одном из подземных коридоров под домом озаглавив их история будущего недавно рукописи нашли Леву Федотов он предсказал не только нападение с точностью до даты до последнего часа на Советский Союз что в принципе можно было наверное и так высчитать в принципе но и весь ход Великой Отечественной войны и не только Великой Отечественной войны но и Второй мировой вообще до сих пор никто не может объяснить почему мальчик который от природы был очень болезненным не часто выходил из дома и совсем не интересовался политикой вдруг начал писать огромный дневник не о том что происходит с ним самим а о том что еще произойдет с его городом страной и целым миром вот это самое потрясающее дневник о несуществующих событиях которые может быть когда-нибудь еще настанут ребята которые иногда заставали его за этим занятием они с интересом и скорее даже с некоторой опаской и ужасом замечали что Лёва в этот момент когда он начинал писать писать буквально он водил ручкой по этому блокноту своему по этой тетрадке на каждой строчке на каждой клеточке заполнял эти строчки мельчил он впадал в какой-то определенный транс развитие событий Великой Отечественной мальчик расписал в мельчайших деталях вплоть до самой победы специалисты узнали в дневнике Льва Федотова и план Барбаросса и блокаду Ленинграда и то что немцы дойдут до Москвы но взять столицу не смогут все-все-все-все расписано как будто он считывал с какого-то сценария с какой-то позднейшей истории Великой Отечественной войны и возносил это в свой дневник вот это одно из потрясающих предсказаний которое я считаю оно таким классическим больной туберкулезом с плохим зрением Федотов добровольцем ушел на фронт и не дожил до предсказанной им победы 25 июля 1943 года он погиб в бою под Туле знал ли юный пророк о своей гибели неизвестно но судя по записям в дневнике он сумел заглянуть далеко в будущее я знаю что угнетаемые в Америке негры получат такие же права как белые и чернокожий американец станет президентом США к сожалению участь этого президента будет трагична его ждет та же история что и Авраам Алинка он будет смертельно ранен во время покушения после смерти этого президента Америку ждут хаос и анарк предсказания Льва Федотова не обозначены датами кроме одного 2009 год он назвал прорывом в бездну именно с этого момента человечество вступает в эпоху серьезных испытаний в своих дневниках московский пророк описывает мощную исследовательскую лабораторию которая будет построена в начале 21 века в горах Швейцарии ученые всего мира будут пытаться там разгадать тайны мироздания но они станут лишь пешками в игре корпораций которые используют научные открытия для создания сверхоружия работа этой лаборатории будет приостановлена из-за аварии и научный концерн будет перенесен в Россию строительство подмосковной лаборатории может начаться уже в 2009 но эта эпохальная стройка останется незамеченной так человечество будет занято борьбой с новым бедствием эпидемия неизвестной болезни охватит всю планету откуда Федотов черпал эти знания он и сам не мог понять поэтому свои предсказания школьник называл догадками одной из самых страшных догадок лев считал изобретение способа управлять человеческой памятью как написано в дневнике общественность с радостью примет это сообщение ведь с помощью специальной таблетки можно будет стереть плохие воспоминания однако на самом деле цель этих экспериментов будет одна превратить человека в послушного робота вероятно пророчество юного москвича охватывает и более далекое будущее однако сегодня ознакомиться с оригиналом рукописи невозможно он бесследно пропал из музея льва федотова в знаменитом доме на набережной смотрите сразу после рекламы что ждет планету в ближайшем будущем будет затоплена часть восточного побережья Америки будет затоплена часть Нью-Йорка будет затоплена часть Европы на какую дату перенесен апокалипсис конец света назван 23 августа 2013 года какое сокровище может спасти человечество многие представляют его реальным кристаллом гигантским на дне озера так устроена психология человека нам мало жить сегодняшним днем мы всегда хотим заглянуть в будущее пророки и предсказатели существовали во все времена помогая людям приоткрыть завесу тайны над теми знаниями которые простым смертным были недоступны способность преодолевать пространство и время получая информацию из любого будущего делает предсказателей культовыми фигурами в связи с последними ожиданиями конца света пророки из далекого прошлого и предсказатели современники притягивают все больше интереса бывателей исследователи пророчеств замечают иногда даже не сбывшиеся предсказания могут быть полезны мы иногда думаем вот пророк вот значит у него многие предсказания не сбылись это плохой пророк а может быть это пророк хороший если они не сбылись значит кто-то услышал что-то если они о чем-то предупреждали и эти события не произошли и какие-то люди очень важные остались живы ну любые даже не важные просто люди остались живы вот и может быть вот такие пророчества они и нужны может быть нужны ошибочные пророчества как бы мы их называли а они на самом деле не ошибочные они делают нас более восприимчивыми к тому чтобы быть начеку но люди часто не верят предсказаниям и допускают правдивость пророчеств лишь когда они сбываются есть множество примеров предсказаний поверив которые можно было бы предотвратить немало бед какие предсказания на 21 век уже сбылись и что еще нам обещают пророки Вольф Мессинг самая загадочная фигура 20 века его имя боялись произносить вслух а его пророчеств ждали как спасение на Эннском аэродроме состоялась передача Красной Армии самолета купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича эти уникальные кинокадры единственное подтверждение того что Вольф Мессинг действительно существовал человек с пронзительным и тяжелым взглядом он старался не сниматься на камеру сохранились десятки его фотографий и только одна кинозапись эта пленка снята в 1943 году долгое время хранилась в архивах спецсор только спустя почти 40 лет после смерти пророка ее рассекретили как его назвать скорее всего в русском языке самое лучшее слово это телепат то есть человек который может читать мысли других людей видеть ближайшее будущее конкретных людей может быть даже стран 4 января 1950 года к воротам сталинской дачи в Кунцево подъехала машина минуя охрану без всяких пропусков и препятствий в дом прошел таинственный человек он направлялся прямиком в кабинет вождя это был Вольф Мессинг в кабинете Сталина он провел около часа содержание всего разговора между пророком и вождем неизвестно но перед уходом Мессинг сказал Сталину завтра ваш сын Василий собрался лететь на самолете остановите его если он полетит он погибнет вождь поверил пророк Василий Сталин не полетел этим рейсом он поехал на поезде однако чтобы проверить Мессинга Сталин не отменил полет на следующий день 5 января самолет с хоккейной командой ВВС разбился в аэропорту Свердловска природа его одарила каким-то даром сверхъестественным который нам людям сегодня еще наверное непонятен это такие небольшие штрихи сил энергии талантов которые человеческий организм человеческий мозг наверное владеет и у него я думаю это было в невероятной степени развито последний разговор вождя и пророка состоится в конце зимы 1953 в самом разгаре громкое дело врачей уголовное преследование видных советских врачей-евреев обвиняемых в заговоре и убийстве советских лидеров Мессинг вошел в кабинет Сталина я знал что ты придешь просить за свой народ скажет вождь я спас вашего сына от гибели в авиакатастрофе ответит Мессинг пощадите и вы мой народ вас всех ждет одна и та же участь тебя и твой народ ты знаешь когда умрешь спросил Сталин я умру только после вас ответил пророк значит ты знаешь когда умру я да очень скоро на еврейский праздник на следующий день после этого разговора 1 марта 1953 года на еврейский праздник Пурим у себя в кабинете на подмосковной даче в Кунцево Сталин был найден лежащим на полу от кровоизлияния в мозг вождь потерял сознание и умер спустя 4 дня мог ли повлиять пророк на внезапную смерть Сталина так и останется тайной но трагическую гибель известных людей Мессинг потом еще не раз предскажет 7 сентября 2011 года недалеко от аэропорта Ярославля рухнул пассажирский самолет Як-42 на его борту находилось 45 человек большинство из них хоккеисты клуба локомотив при взлете лайнер не смог набрать безопасную высоту врезался в антенну маяка и развалившись на части упал вблизи аэропорта 43 человека в том числе вся хоккейная команда локомотив погибли 11 августа 1979 года в небе на Днепродзержинском из-за ошибки диспетчеров столкнулись два самолета Ту-134 на борту одного из них находились игроки узбекского футбольного клуба пахтакор выживших после столкновения нет 5 января 1950 года в Свердловске при заходе на посадку разбился самолет Ли-2 на борту находились 11 хоккеистов врач и массажист команды ВВС а также 6 членов экипажа все 19 человек погибли казалось бы в этих трагедиях нет ничего общего кроме того что из-за роковой случайности погибли молодые и сильные спортсмены однако по версии некоторых исследователей существует доказательство того что между этими катастрофами все-таки есть какая-то необъяснимая мистическая связь и указал на нее еще в 1974 году Вольф Мессинг в 1959 году на одном из концертов Мессингу передадут записку с вопросом прочитав ее телепат станет пристально оглядывать всех сидящих в зале людей найдя глазами человека который передал записку Вольф Мессинг произнесет конца света не будет по крайней мере так как вы его себе представляете как происходят эти вещи это как бы у меня рефреном таким звучит постоянно до сих пор не ясно какие каналы открывали эти люди для себя для других тоже до сих пор не ясно имя человека который предсказал войну и смерть Сталина знает в то время каждый люди ищут встреч с пророком просят помочь найти пропавших на войне близких за тайными консультациями к нему обращаются даже политики каждый день к Мессингу приходят десятки людей он знает мысли каждого из них люди гадают кто он такой великий колдун или слуга дьявола шарлатан обычный фокусник или сильный гипнотизер но Мессинг не подходит ни под одно из этих определений кто я не знаю знаю лишь одно сила которой я обладаю самая главная загадка разгадать которую не могу даже я сам Мессинг постоянно жил с этим знанием это был его дар его проклятие последнее его выступление состоится в Москве в кинотеатре октябрь в 1974 году в этот вечер Вольф Мессинг будет в ударе все опыты выполнит безукоризненно сразу после выступления у него будет видение позже он запишет в дневнике я сегодня видел большое количество народа многие держали в руках цветы это были мои похороны я вижу могилу Аиды а рядом с ней памятник на котором большими буквами выведено Вольф Мессинг и годы 1899 1974 это было последнее прижизненное предсказание великого Вольфа Мессинга в начале ноября 1974 года его увезли в больницу пророку предстояла несложная операция на суставах ног которую он повредил еще во время войны никто из окружения Мессинга даже не думал о худшем и только сам пророк знал что из больницы он не вернется через два дня после успешно проведенной операции у Мессинга начались осложнения он умер 8 ноября ровно в 23 часа как и предсказал вряд ли Вольф Мессинг был знаком с другим пророком который был его современником но жил на другом континенте Эдгар Кейси живший в первой половине 20 века один из самых почитаемых в Америке предсказателей его называли Нострадамусом 20 века он предсказывал начало первой и второй мировых войн 1914 и 1941 1945 годов он предсказывал крушение коммунизма в Советском Союзе он предсказывал убийство президента Кеннеди уже в пятилетнем возрасте Эдгар Кейси обладал уникальными способностями которые выходили за рамки пяти чувств присущих обычному человеку по воспоминаниям современников он проявлял явные экстрасенсорные способности мог видеть души умерших и обладал целительной силой через несколько лет Эдгар он заболел очень тяжелой болезнью горлом и с помощью гипноза и самовнушения он вылечил он сам себе назначил лекарство он сам определил диагноз своей болезни и вылечил себе сам спящий пророк так называли Эдгара Кейси из-за метода работы он впадал в гипнотический транс входил в подсознание своего пациента и рассказывал какие грехи тот совершил в прошлой жизни как правило болезнь была расплатой за плохие поступки настраиваясь он хотел найти как бы дородовые какие-то впечатления об этом человеке что он как бы проживал в прошлых жизнях и вот настраиваясь на волну этого человека с помощью гипноза и входя в состояние транса Кейси входил как бы в жизнь в прошлую жизнь этого человека Эдгару Кейси не удалось получить хорошего образования но благодаря своим ударам он узнал много интересного о прошлом Земле он говорил что Атлантида и Лемурия существовали на Земле около 200 тысяч лет назад Кейси рассказывал подробности которые были известны только узкому кругу специалистов по древним текстам он видел те исчезнувшие цивилизации о котором всем было известно которые в свое время были на Земле такие как Атлантида и Лемурия например которые исчезли в результате катаклизмов катастроф и вот эти люди жили скажем так на территории этих государств Кейси ничего не знал об Атлантиде он не знал ни текстов Платона он не знал никаких исторических разысканий о которых в его время время велись тогда спящий пророк поведал что под правой лапой статую сфинкса на глубине 9 метров скрыта тайная комната в ней якобы находится библиотека Атлантиды в 10300 году до нашей эры в Египте была заложена библиотека знаний позднее на этом месте возник город Александрия но египетские власти не дают археологам разрешения на раскопки в этом районе еще Кейси предсказывал что Атлантик в 70-м году это не сбылось буквально но в 1969-м возле Багамских островов нашли остатки затонувшего города вот таких записей не только об Атлантиде но и других скажем так событиях мировой истории было около где-то 15 тысяч записей таких точно так же с помощью гипнотического транса Кейси черпал информацию о будущем как для конкретного человека так и для мира американский ясновидящий оставил предупреждение о грозных событиях начала 21-го века еще в первой половине прошлого столетия он обещал что именно в 2013-м году начнутся серьезные глобальные изменения даже космического масштаба Эдгар Кейси прорицает что солнце начнет остывать и потемнеет а земля расколется в нескольких местах начнется потепление климата и сдвинутся магнитные полюса цивилизация не погибнет хотя ее численность серьезно это будет значит изменение климата во первых это разрушение коснется Соединенных Штатов Америки будет затоплена скажем так западная часть Америки в районе там Калифорнии будет затоплена часть восточного побережья Америки будет затоплена часть Нью-Йорка будет затоплена часть Европы в том числе британские острова японские острова Американец никогда не был в России и мало что о ней знал однако именно ей он отвел важную роль в духовном возрождении мира после тяжелых испытаний Центром возрождения планеты Эдгар Кейси назвал Западную Сибирь Эта территория хранит некую тайную силу которая позволит ей стать своеобразным ноевым ковчегом где сохранятся семена человеческой жизни там уже идет накопление чистой энергии она защитит эту землю от разрушающего действия природных и энергетических катаклизмов так что особенно вытаится в спасительных сибирских лесах какие силы сделают эти места избранными по древним преданиям в Омской области на дне одного из знаменитых пяти озер спрятано величайшее сокровище человечества магический кристалл Эдгар Кейси он с кристаллами очень любил работать потому что он просто держа их в руках он говорил 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 вот он мог рассказывать часами там например про Атлантиду тоже где она затонула когда там держа в руках какой-то кусок кварца например но что делает Россию ключевой фигуры в процессе сохранения будущего планеты которая окажется на краю пропасти главную роль здесь тоже играют зодиакальные знаки уходящей и новой эпохи рыбы и водолей именно под этими двумя созвездиями находится Россия энергетика медлительных приземленных рыб и интеллектуальная мощь водолея вместе дают ее гражданам шанс уравновесить мир в эпоху перемен Россия будет подниматься медленно с колен или с того уровня который оказался опущен расцвет Россия будет продолжаться в период с 13 года до 25 год этот период он должен показать сможет ли Россия а это тоже большой знак вопроса все-таки найти в себе силы вот новое поколение России найти в себе силы и переломить ситуацию застоя и дать возможность как бы выполнить этносу России свои космические задачи перемены предвидели старцы предсказания современных духовных подвижников сходятся в одном Россию скоро ждут великие испытания святые старцы пытаются подбодрить и обнадежить паству афонский старец Паисий Святогорец умер в конце 20 века его пророчества обращены к ближайшему времени не поддавайтесь панике бог смотрит на расположение человека и помогает что бы ни происходило надо молиться думать и действовать преподобному амфилохию Пачаевскому выпала тяжелая судьба священника советской России но считается что застрадание ему был не спослан дар пророчества конец будет через Китай какой-то необычный взрыв будет и явится чудо Божие и будет жизнь совсем другая на земле крест Христов засияет над всем миром потому что возвеличится наша родина и будет как маяк во тьме для всех Пачаевский старец схиегумен амфилохий умер в 1971 году и на могиле его совершались чудеса за исцелением к нему приходят сотни людей и старец помогает им находясь даже по ту сторону жизни очень многим из них после такой тяжелой отшельнической спартанской жизни проведенной в молитвах и в испытаниях у них открывался дар пророчества дар целительства и старцы прекрасно понимали откуда этот дар они ни в коей мере не приписывали его себе и практически все подчеркивали что я только проводник то есть это тот кто помогает страждущим через него помогает это бог который помогает вещему старцу филофею в 12 веке богоматерь дала откровение о конце света и многих глобальных катастрофах в страшном пророчестве старца описывается зимний вечер в современном мегаполисе в земле появляется огромная трещина и вдруг разверзается земля под ними и они все туда падают я слышу людские крики и стоны пропасть растет в нее валятся железные столбы со звездами с домов сыпятся камни они убивают людей кровь замерзает на камне все вокруг становится багряно и я вижу ангела смерти это филофей называет концом света как и все старцы он не дает конкретных дат но и не утверждает что все погибнут однако нечто страшное произойдет с планетой в этом сходятся все пророчества если говорить о датах и цифрах да у меня в голове только неординарная фигура и очень непростая фигура Григория Распутина который говорил конкретными датами при этом конец света назван 23 августа 2013 года если я ничего не путаю но все что он говорил о 2001 2004 году достаточно скажем так туманно да можно трактовать и так и эдак но он говорил о том что будут террористы с востока что власть захватит мусульманские государства то что будет очень много природных катаклизмов и катастроф как бы то ни было но одно трагическое событие в истории России Григорий Распутин предсказал с удивительной точностью царской семье многие предсказывали их конец и перед смертью Григорий написал письмо Николаю второму и смысл его был в том что когда вы получите это письмо я уже буду мертв и очень важно кто меня убьет если меня убьют крестьяне то царской семье ничего не грозит если меня убьют бояре и дворяне то царство недолго не продлится и царство недолго не продлится и всю семью ожидает страшный конец и было предсказание о том что если начнутся кровавые восстания то царская семья она погибнет страшным образом и перед смертью увидит его дом спустя два года когда во время пути в Тобольск царская семья проезжала село Покровское Николай второй сразу обратил внимание на приметный дом Григория Распутина который выделялся на фоне других построек тогда-то последний российский император и вспомнил предупреждение своего приближенного через год царская семья будет расстреляна смотрите сразу после рекламы что угрожает стране великих учителей нынешний мир находится в таком состоянии хаоса что в физическом теле попасть в шамбу очень сложно как работает механизм ясновидения все это остается загадкой и кого принимают в школу пророков вот этот дар благоем абсолютно выручает дальше всех в будущее смогли заглянуть тибетские монахи тысячи лет они хранят пророчества о великой войне которая по расчетам исследователей должна начаться в 2250 году древние записи на листьях лотоса рассказывают о таинственной стране Шамбале края великих учителей и посвященных там жили люди только из касты жрецов индийское королевство которое находилось в районе бывшего советского союза в средней азии это район сельдарии там такая река сита есть вот в этом районе значит как раз была Шамбала как она возникла король первой Шамбалы был учеником Будды Шакьямуни то есть это где-то значит там 800-600 лет до нашей эры Будда передал королю Шамбала тайное знание благодаря которому все жители страны смогли переселиться в иное измерение Шамбала и сейчас находится там и на земле есть несколько входов в этот загадочный мир но где они скрыты? и все это время они находятся в неком параллельном пространстве а проходы туда могут быть открыты из разных точек земли не обязательно но опять же подчеркивается что нынешний мир находится в таком состоянии хаоса что в физическом теле попасть в Шамбал очень сложно потому что это вот уже так сказать закрытые проходы достаточно пророчество гласит последнего из королей Шамбалы ждет великая война которую развяжет некая глобальная империя целью нападающих будет завладение духовными богатствами Шамбалинцев тибетцы описывают демоническую империю все параметры которые они описывают похожи на то что мы называем глобализацией то есть возникает единый центр руководства миром соответственно все духовные традиции уничтожаются культ силы культ секса культ таких вот примитивных телесных удовольствий ну и соответственно значит вот эта цивилизация она захватывает всю планету с помощью ученых империя-завоеватель найдет порталы в иные измерения захватчики в отличие от жителей параллельного мира будут вооружены самыми совершенными видами оружия жители Шамбалы попытаются решить вопрос мирным путем но империю будет уже не остановить и вот начинается эта война она происходит сразу на многих уровнях вселенных начиная с атомного до уровня планетарного и вот на всех этих уровней происходили будут сражения вот как бы такая вот война апокалипсиса Шамбала победит потому что ее воины обладают совершенным оружием которое использовали древние цивилизации на земле воцарится золотой век люди будут жить тысячу лет и обладать сверхспособностями 3 миллиарда буддистов верят в это пророчество это будет тоже ограниченный период времени вот то есть вначале люди будут жить больше тысячи лет ну тоже там сверхвозможности там такая идеальная среда но все-таки деградация будет тоже происходить и через какое-то время эта цивилизация тоже погибнет и дальше начинается период хаоса до прихода следующего Будды Будды Майтрея и вот как бы с этого начинается новый же цикл способность некоторых людей к предсказаниям дар ясновидения всегда привлекал внимание ученых которые до сих пор не могут до конца понять как работают эти механики впрочем сверхспособности интересуют не только исследователей но и власть имущих которые всегда старались использовать силу пророков в своих целях то же было с советским предсказателем Вольфом Мессингом Сталин быстро понял что Мессинг может стать незаменимым орудием разведки с его сверхспособностями можно не только узнавать планы руководителей Третьего Рейха но и управлять их действиями Сталин приказал Берии собрать лучших ученых и во что бы то ни стало разгадать феномен Мессинг так в начале сороковых специально для изучения сверх возможностей человека в первом главном управлении при совете министров был создан секретный отдел в который входили академики Курчатов Далежаль Арцимович и Алихан Мой отец стал говорить о том что вот их очень серьезная организация занимается передачей мыслей на расстояние исследованием людей которые обладают такими способностями а он в это время работал в первом главном управлении при совете министров СССР эта организация занималась можно сказать наиболее важными вопросами обороны и вдруг разговоры о Мессинге день и ночь гениальные советские ученые с помощью современных технологий различных опытов и тестов пытались разгадать необычный дар Вольфа Мессинга но как ни старались академики разгадать природу его способностей у них не получилось все показатели говорили об одном физически это самый обычный человек сама тайна слова сама тайна мысли тайна как она как воспринимает мысль как она распространяется все это остается загадкой он умел читать чужие мысли предсказывать будущее и видеть события которые происходили за тысячи километров обладая необъяснимыми способностями он всегда мечтал создать лабораторию для изучения своего дара но высочайшего позволения так и не дождался после смерти Мессинга из его квартиры исчезли все рукописные архивы но исследователи уверены охотились в первую очередь за таинственным бриллиантом пророка этот камень в старинной золотой оправе Мессинг никогда не снимал видела этот бриллиант и видела это кольцо и однажды спустя много лет уже будучи в Москве я у одного художника вот Эдуарда я увидела перстень именно оправу там был аметист а оправа очень похожая была на я аж сдрогнула я аж сдрогнула от того что вот сама оправа кольца была очень похожа на перстень вольфомезе он не расставался с ним он никогда не снимал его так именно в камне таилась необъяснимая сила ясновидца или он просто был его талисманом увы но подтвердить или опровергнуть эту догадку невозможно ведь найти бриллиант так и не удалось а значит еще одна загадка вольфа мессинга остается неразгаданной когда мессинг умер ключи от его квартиры находились у главного врача той больницы где его оперировали но когда пришли люди описывать его имущество то в квартире был беспорядок а он был очень аккуратный человек и бриллиантов не было следов взлома на замках не было уже после смерти пророка лучшие советские медики тщательно изучили его мозг стараясь раскрыть тайну великого предсказателя но их ждало разочарование ничего особенного они не обнаружили секрета своего уникального дара неразгаданного и поныне вольф мессинг унес в могилу я присутствовал при вскрытии вольфа григорьевича мозг к небольшому разочарованию оказался совершенно обычным никаких структур не было необычных ни снаружи ни внутри и мы попросили его сохранить мозг я лично сам в банке с формалином отвез в институт мозга где он насколько я знаю до сих пор хранится мозг вольфа мессинга до сих пор хранится в питерском институте мозга но вряд ли в ближайшие десятилетия ученые смогут исследовать его в полной мере современная медицина пока не доросла до того уровня на котором феномен телепата и ясновидца стал бы простым и понятным возможно человек который способен разгадать эту тайну еще даже не родится у нас там допустим 6 уровня та техника которая на земле чтобы увидеть те процессы которые с нами творятся это надо там 22 уровня мете дорасти до этого цивилизован цивилизации когда к этому подойдет после смерти пророка из его квартиры неизвестные люди в штатском вынесли несколько запечатанных коробок в них был архив Вольфа Мессинга сегодня все его прогнозы о России на ближайшие 100 лет хранятся в архивах Лубянки под грифом секретно известно только что он предсказал падение коммунистического режима и тоже предрек России возрождение на мировой политической арене остальные откровения до сих пор остаются тайной возможно мы когда-нибудь о них узнаем еще недавно эти кадры были засекречены иностранные разведки дорого отдали бы чтобы посмотреть на них вы видите как из обычных офицеров российской армии делают суперсолдат экстрасенсов обладающих сверхчеловеческими способностями в принципе вот этот дар мы даем абсолютно любому человеку лишь принес справка психиатра что он психически здоров остальное все это дело нашей техники на подготовку людей уходит от 5-6 занятий до 10-12 занятий в зависимости от постановки задач удивительно но не только туманные пророчества можно уложить в стройную математическую систему современная наука подобралась к разгадке механизма самого ясновидения головной мозг человека работает на определенных частотах так обеспечивается прием информации по 5 известным каналам восприятия термин конечно хороший но я бы назвал его не ясновидением а получение информации новым способом то есть под ясновидением понимаешь что закрыл глаза и все равно видишь ясно вижу даже без глаз на самом деле это расшифровка информации в визуальном режиме то есть ты получаешь информацию по какому-то новому каналу доступ к новому шестому каналу можно открыть немного повысив частоту работы мозга тогда предсказатели входят в трансовое измененное состояние сознания и видят в информационном поле земли все события прошлого и будущего невероятно но сверхспособности можно натренировать получая информацию по этому шестому чувству ее можно расшифровать в любом из известных нам режимов например в видеорежиме тогда ты будешь видеть картинки если ты расшифровываешь информацию полученной по шестому каналу в слуховом режиме то будешь слушать внутренний голос так его называют но на самом деле это не внутренний голос а информация пришедшая к вам по шестому каналу будет у вас озвучиваться любым голосом который вам более-менее симпатичен большинство пророков ясновидящих и эзотериков сходятся в одном нашу планету ждут большие перемены разница только в уровне потерь которые понесет человечество посвященные в знаниях о будущем предсказывают скорое наступление судного дня в которой наша планета совершит гиперпространственный переход в четвертое измерение с этого стартует новый виток эволюции который по словам провидцев начнется с очищения человечества от тех кто не желает расти духовно быть может не следует слепо верить всему что обещают нам пророки и все-таки предупрежден значит вооружен что обещают нам